Окей, здравствуйте! Я хочу вас познакомить с Виллой, Вилла-менеджер ассоциации дайвинга Папуа-Новой Гвинеи. Hello, Вилла! Она приехала к нам, чтобы пригласить наших русских туристов посетить эту экзотическую страну, которая была образована в 1974 году и является очень молодой, экзотической, полной культурой, очень красивым дайвингом, красивые джунгли, там нету цивилизации, они опаздывают от обычных стран лет на 200-250, поэтому опыт, который вы там приобретете, будет незабываемый. Что вы можете сказать о своем стране Деморс? Спасибо большое, Вилла. Меня зовут Вилла, я с ПНГ-дайвингом. Главное работа – это организовать Папуа-Негунии, чтобы провести промышленности, как Москва-дайв-шоу. Мы очень рады, быть здесь. Я попробую для вас, дорогие телезрители, перевести. Значит, Вилла очень рада, что она приехала в Россию. Это не первое ее дайв-шоу. Она очень рада представлять свою страну на нашем дайв-шоу и очень надеется, что россияне поедут к нам в Папуа-Новую Гвинею. Тем более случилось такое приятное событие, как уже 8 месяцев виза для граждан Российской Федерации делается онлайн на сайте, и не надо никуда ходить и бегать. И самолеты довольно удобно добраться до нас. Можно лететь через Сингапур, через Токио, через Гонконг, через Манилу. Это всего 6 часов от данных городов перелет. И внутри страны прекрасные авиалинии довезут вас до резортов. Там прекрасный дайвинг, там прекрасные прогулки через джунгли по 8-10 дней. Там есть очень много исторических событий с Первой и Второй мировой войны. Там есть много памятных дайв-сайтов. По-русски дайв-сайтов оставим. Вот. И при погружении вы увидите, что температура воды 27-28 градусов. Это прекрасно. И видимость больше, чем 20 метров регулярно. В горах температура воздуха примерно 26 градусов, а на побережье 32 градуса. Там практически всегда очень комфортно. Нету никаких вредных насекомых, которые могли бы вас покусать. И, в принципе, очень добропорядочные соседи, деревни, в которых живут жители. В этих деревнях 800 языков, более 800 языков. Они отличаются своими танцами, песнями. Они до сих пор ходят в национальных одеждах и делают национальный мейкап. Вот. И можно попасть на очень замечательный фестиваль, который называется SingSync, где вы получите незабываемый опыт. Вот такие люди. Они будут вам представлены в полной красе и будут исполнять для вас свою культурную программу. Точно так же там есть отели. Пятизвездочные, четырехзвездочные, трехзвездочные на любого любителя. И есть сафари-лодки. Очень много в разных бухтах страны. Потому что в зависимости от погоды, течения и ветра, дайвинг в зависимости от времени года будет наилучшей в одной или во второй стороне острова. Поскольку это на карту можно посмотреть. Вот. Он находится 6 градусов от экватора. Можно нырять вот здесь, а можно нырять вот здесь. Вот. И самая лучшая макросъемка, мы можем идти попасть в Папуа-Новой Гвинеи. Бёрст в очередь? Апартамент дайвинг. Папуа-Новой Гвинеи. Апартамент дайвинг. Апартамент дайвинг. Апартамент дайвинг. Они гораздо меньше расположены. Но главная причина, что туристы приезжают в Папуа-Новой Гвинеи, это дайвинг и посетить культурные шои. Окей, я переведу. Я буду транслятор. Окей? Да, вот Вила пытается нам сказать, что самые главные направления страны это дайвинг, это прогулки в горах, хайкинг так называемый. Вот. Потом рыболовная ловля, очень интересная, потому что там нету профессиональной рыбной ловли и очень много рыбы. Вот. Это основные направления, по которым туристы туда приезжают. Окей? Да, разговариваем дальше. Вот. Также вы можете получить незабываемый опыт от такого хобби, который называется Burst Watching. Это редкие-редкие птицы, которые водятся только на этом острове. Их можно увидеть. Очень редко. Вот. И за этим приезжают туристы со всего мира, не только россияне. Вот такие птички там находятся. Вот. Также там очень интересно побывать в плане культуры погружения, потому что там очень много фридайверов. Они ныряют с детства, с трех лет, например, с ластами на огромные глубины. И дети, которые с пяти лет обращаются прекрасно с мачете, они могут залезть на кокосовую пальму, достать кокос. Они с малолетнего возраста приученик дикой жизни, не боятся диких животных. При этом посещают школу, как сейчас правительство помогло построить школы. Вот. И они стали образованы. У них у всех есть мобильные телефоны, но на этом цивилизация заканчивается. Вот. Там довольно большое количество религий, довольно большое количество деревень, которые между собой договариваются. И вожди племени еще до сих пор присутствуют. Вот. Это дикая страна. Страна третьего мира, но она прекрасна своей природой, своим океаном, своим морем. Воздух прекрасно чистый. Там нет ничего производственного. Там экосистема абсолютно сохранена. На многих островах, которые здесь на карте изображены, нету холодильников вообще. Вся еда, которая там поставляется, все лобстеры и креветки, они очень свежие. И живут буквально час-два. Через час-два вам принесут свежую еду. И опять свежую. То есть там нету консервантов и презерватив... Да, консервантов. Консервантов там нет. Вот. Также в этой стране есть такая легенда, что там все болеют малярией. Нет, там не болеет никто малярией. Там прекрасно с этим справляется медицина. И я лично прожила там 12 лет. За 12 лет ни разу ничем не болела. Прекрасная страна. Приезжайте в гости. Приходите на стенд F5-1. Будем ждать вас и дадим вам всю информацию по конкретным резортам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова